Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Да, действительно, мы по-прежнему находимся в администрации, продолжаем следить за самыми актуальными событиями. Сегодня очень важное событие для всей страны и, конечно, для городского округа Люберцы. Рядом со мной сейчас находится заместитель председателя общественной палаты городского округа Люберцы Андрей Шестаков. Андрей Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Ну, как ваше настроение? Ну, знаете, мы уже, как говорится, люди, прошедшие не одни выборы. И я рад, что вот сегодня я побывал с утра в девятой школе на участке, проголосовали мы всей семьей. И я очень рад, что вот какая-то активность в этот раз, я бы отметил, лучше, чем даже вот в прошлые выборы и так далее. Мне кажется, что и явка избирателей будет. Народ стал думать о том, что ему делать дальше. И это радует. Ну, здорово. А как вы вообще считаете, почему важно ходить на выборы и важно ли это? Ну, давайте сразу определимся, понимаете. Я не призываю голосовать за кого-то из кандидатов. У каждого свое личное мнение, за кого он будет голосовать. Но, с другой стороны, если мы хотим что-то достичь, во-первых, мы должны все-таки получить срез мнений общества. То есть, кто за кого? Кто, извините, за красных, кто за белых, кто за каких-то других. И где как ни на выборах можно получить эту статистику. Потому что получается, что вот мы, там большинство, но ведь по большому счету что у нас получается? Вот, предположим, люди, которые занимают первые места. На сегодняшний момент мы видим, что Единая Россия по своему рейтингу занимает первое место из всех политических партий, как таковых. Ну, а дальше как? Вот ведь оппозиции много. Я абсолютно не против того, чтобы оппозиция уходила. А если все-таки не уходить, да, вот в кандидатов и в темы выборов, все-таки для вас вот два-три предложения. Для меня выборы это? Ну, я считаю, что для меня это выборы, это просто высказать свою позицию. И я знаю, что в этом очень помогает то, что мы объективно подходим теперь именно к подчету голосов. И, соответственно, все эти разговоры о том, что таких массовых нарушений в этом году, как вы знаете, общественная палата подключилась к мониторингу. И в данной ситуации я очень рад, что вот сегодня я побывал еще на некоторых участках. Посмотрел, что действительно объективный подход и люди очень заинтересованы в том, чтобы действительно эта истина была истиной. Понятно, спасибо вам большое. Наталья, ну мы будем продолжать следить за событиями и самые актуальные новости здесь у нас. Спасибо, Мария. Ну а мы продолжаем. Напоминаю, что сегодня, 18 марта, проходят выборы президента России. Гражданам страны предстоит выбрать из восьми кандидатов главу государства на шестилетний срок. Ну что ж, следите за эфиром. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова